Довольно увлекательный маршрут до школы проложили юные жители Заречной. Увлекательный, но вряд ли безопасный. Проверить соответствие направления нормативом после обращения жителей решил глава Щелковского района. Грунтовая дорога местами без освещения идет непосредственно от Заречной сквозь частный сектор и приводит к пешеходному мосту через Клязьму. После преодоления живописной речки начинается самое интересное. Приходится взбираться по довольно крутому склону. Такая полоса препятствий скорее всего вызывает восторг у ребят, но серьезные опасения у взрослых. Между тем данный маршрут кратчайший для учеников шестой школы и гимназии. Школу, где я показывала, вот здесь и там, это ходят все вот эти дома и ходит частный сектор. Мы выехали туда, посмотрели, сейчас будет навесена схема, все выявленные землепользователи по трассе прохождения детей в общем образовательное учебное заведение. И после этого будет принято решение о строительстве там соответствующего тротуара или дорожек асфальтированных, ну соответственно пешеходных переходов и все остальное, чтобы создать полную безопасность для детей. Этот, а также другие вопросы были рассмотрены в рамках воездного совещания главы района, которое проходит каждую субботу. Помимо решения проблем благоустройства в микрорайоне Заречный, в данный момент идет подготовка документов для газификации частного сектора. Зимой начинают все топить электричеством, сейчас дровами никто не хочет топить и у нас просто не хватает напряжения, мощности. Алексей Васильевич нам помог согласовать проект, договаривался там по федеральной земле и сейчас ускоряет процесс разрешения от администрации, чтобы нам до зимы проложили газопровод. Очень скоро преобразится Щелковский подземный переход. Сейчас там проводятся отделочные работы, добавляется освещение, учитываются нужды маломобильных групп граждан и благоустройства. Инициатором ремонта стал депутат Щелковского совета депутатов Игорь Школьный. Дню города мы, конечно, постараемся успеть. К 22-23, я думаю, что закончим. Мы увидели, что работа там проводится тоже с очень высоким качеством, проводится за счет небюджетных источников. Депутатам нашего городского поселения, Школьным Игорем Владимировичем, мы им очень благодарны за то, что он делает. Решить проблему отсутствия ливневой канализации просят жители улицы Беляева. Недавно здесь был устранен другой недостаток. Появились парковочные места, но при этом было нарушено водоотведение с проезжей части. Чем характерны военные городки? Там нет вообще ливневой канализации. Там все делалось по водоотводным канавам. А процент урбанизации повышается, этих городков военных бывших, соответственно, иногда не предусматривает отвод поверхностных вод. Тем не менее, будем дорабатывать, соответственно, проводить водоотводные мероприятия, водоотводные канавы, чтобы отводить воду в сторону от пешеходки и в сторону от дорог. Также в микрорайоне Бахчеванжи рассмотрели вопросы развития освещения. Проблему планируют решить за счет программы реконструкции бывших военных городков. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».